Всем привет и добро пожаловать на канал о вышивке Лаус Тичен. Сегодня я покажу вам видео о покупках в интернет-магазине Стежок за стежком. Это была моя первая покупка в данном магазине. Не узнала я о нем из комментариев к своему видео от Елены Ветровой. Хочу передать привет Лене, если она смотрит мое видео. А также скажу вам, что оставлю в описании к своему видео ссылку на канал Лены. Она вышивает много сюжетов, примитивов и сэмплеров. А именно такие сюжеты, схемы продаются в интернет-магазине Стежок за стежком. А также и ссылка на интернет-магазин тоже будет в описании. Очень рада, что узнала об этом магазине и смогла заказать много интересных товаров, которые мы с вами сегодня посмотрим. Итак, вы уже видите в кадре вот такой рулон ткани. А именно это страмин. Это Royal Stramin Zweigart 13-го каунта. Белый цвет. Вот так выглядит поближе. Именно за счет того, что вот такой большой отрез здесь. Ровно 100 на 100 сантиметров. Страмин это жесткая ткань, поэтому мой заказ, в который входило еще несколько материалов и очень много схем, был очень интересно запакован. Сейчас я вам покажу фотографию. А страмин мне нужен не просто так. Я давно планировала приобрести отрез такой ткани, но думала о более меньшем отрезе. Я буду вышивать на нем, как это и указано в самой книге, сюжеты по мотивам творчества Уильяма Морриса. Ну, думаю, что мои постоянные зрители знают, о какой книге идет речь. Для тех, кто впервые на моем канале или пропустил по каким-либо причинам это видео, сейчас в подсказках появится ссылка, а также она будет в описании на видеообзор книги Бэт Рассел «Декоративное вышивание по конве по мотивам сюжетов Уильяма Морриса». Мне в этой книге нравится очень много сюжетов. Буду вышивать их именно на этом страмине. А также хочу напомнить, что уже сейчас я вышиваю сюжет по работе Уильяма Морриса «Апельсиновое дерево», но в другой технике, крестиком по схеме «Голден кайт». И уже есть несколько видео на моем канале. Они находятся в отдельном плейлисте, на который тоже внизу будет ссылка. И давайте посмотрим на вторую ткань. Она была тоже завернута в такой же рулончик. Это линда 27 каунта, цвет айвори, слоновая кость. И вы видите, что здесь края обработаны на оверлоке. Это бесплатная услуга магазина, причем не нужно даже о ней заявлять, чтобы вам обработали ткань. Но также там в правилах указано, что поскольку требуется время на обработку ткани, то заказы с основой будут обрабатываться на некоторое время дольше, чем без основы. Это меня немножко расстроило. Еще тоже расскажу немножко о том, что меня совсем чуть-чуть расстроило, а потом расскажу о хороших сторонах этого магазина, на мой взгляд. Расстроил меня сайт, потому что он мне показался таким, наверное, составленным на старых интернет-протоколах, потому что на нем у меня не получилось зарегистрироваться с макбука. Там для того, чтобы зарегистрироваться, еще есть поле подтверждения, что я не робот, и нужно ввести некоторые символы. И это поле просто не открывалось, на которое нужно ввести символы. Но я думаю, что может быть я неправильно, в принципе, вижу эти символы, потому что если вы замечали такой момент на сайтах, то там они специально искривленные, буквы, что действительно может справиться только человек, а не робот. Но попробовала два раза, неудачно. Потом пришлось мне попробовать с айфона. С айфона, к счастью, все получилось. То есть три раза пыталась я зарегистрироваться на этом сайте. Вот, не совсем он оптимизирован под современную технику. Ну, на этом такие все негативные моменты. А что мне понравилось в этом магазине, это что все-таки принесли мне этот заказ достаточно быстро. На третий рабочий день после заказа. Заказала я в субботу, получила в среду. Понравилось, что в этом магазине есть курьерская доставка с оплатой наличными. Мне нравится этот вариант оплаты заказа при получении. И если на сайтах есть такие услуги, то этот вариант оплаты я всегда выберу. И еще один приятный момент, это возможность получения подарков к заказу. Но подарки мы посмотрим попозже. Хотя тоже был еще такой момент, что на сайте было написано, что при регистрации, а можно сделать заказ и без регистрации, будут дополнительные бонусы и скидки. А потом было указано, что скидок нет, как таковых, потому что и так цены поддерживаются на низком уровне. Но, как все-таки оказалось, есть подарки. Давайте от основы перейдем к следующим материалам. Но материалы здесь у меня пока достаточно простые. А самая интересная часть заказа это схемы, которую мы рассмотрим еще чуть позже. Вот столько мулине DMC у меня есть. Это всего 16 мотков, но 10 цвета 336 и 6 цвета 803. Вот вспомнила еще один не совсем приятный момент, но я не знаю, кто в этом виноват. Я хотела изначально 16 мотков цвета 336. Было указано на сайте, что в наличии этого цвета достаточно. Там есть варианты достаточно, мало, последний экземпляр. Этого цвета было написано, что достаточно. И там был счетчик от 1 до 10. Ну, я дошла до 10, просто нажимая плюс 1, но мне нужно было больше. И дальше после 10, сколько раз не нажимаешь плюс, не становится больше. Тогда я в этом поле просто попробовала стереть 10 и набрать 16. 16 опять перебросилась на 10. Может быть, в этом магазине действительно было 10 только мотков этого цвета, но тогда почему 10 это достаточно? Это меня удивило. Второй раз я решила попробовать. Может быть, можно как таким лотом по 10 штук заказывать и заказать еще 10. Но у меня больше этот товар в корзину не добавлялся, потому что было указано, что в корзине уже находится этот товар, и его количество увеличить нельзя. В общем, такие странные вещи. Может быть, это тоже связано с технической стороной сайта, может быть, с наличием. Но можно было, наверное, попробовать позвонить в поддержку, написать письмо. Но мне не хотелось этим заниматься в тот момент. Ну, есть у меня 10 мотков таких и 6 таких. Может быть, даже в итоге это будет еще лучше, потому что нитки эти я приобретала не просто так, а на совместный проект Stitch Alone, S.A.L. 2019 года, Mystery Sampler от Linen & Freds. Проходит он в группе в Фейсбуке, но есть и в российских группах ВКонтакте. Уже даже в двух я встретила просто перепосты этой схемы. Схемы, схема с павлином, но об этом я вам уже рассказывала. Видео о моем вступлении в несколько совместных проектов сразу. Оно уже должно было выйти раньше этого видео о покупках, поэтому сейчас тоже оставлю ссылку, и там можно будет посмотреть, на какой именно сюжет мне понадобилось столько синих мулине. А теперь давайте посмотрим на схемы. И один набор. Впервые я приобрела так достаточно много схем примитивов. Я начала вышивать первые свои сюжеты примитива в 2018 году, но большая часть моих работ, их уже порядка 12, это вышивка по официально бесплатным схемам в различных группах дизайнеров и схемы из совместного проекта энциклопедия примитивной вышивки. А к таким большим и серьезным схемам примитивов я еще не приступала и впервые их приобрела именно в этом заказе. Я очень рада, получила очень много удовольствия от рассмотрения этой посылки вчера. Я записываю это видео на следующий день после того, как получила заказ. Давайте посмотрим сначала все-таки на набор. Это набор дизайнера Ирины Вебер. Вот такой сюжет. Это морской сэмплер, сэсэмплер. Сюжет здесь изображен на фотографии. Первый лист схемы это фотобумага глянцевая. Размер работы 126 на 126 крестиков. Вышивается на 32 каунте льна Белфаст, то есть в сантиметрах здесь 20 на 20. И схема эта разработана дизайнером в 2016 году. Ну, весь набор находится вот в таком обычном файлике для бумаг. Но на самом деле такие канцелярские предметы называются мультифора. Поэтому, как кому больше нравится. Но было интересно узнать, что это не какой-то такой фирменный пакетик, как бывает у наборов. Почему я приобрела этот сюжет? Здесь очень много интересных причин. Во-первых, за несколько дней до того, как я совершила этот заказ, я узнала, что в группе ВКонтакте дизайнера Ирины Вебер, называется эта группа Вербена, начинается авантюрный совместный годовой проект. Вышивка календаря, СП-календарь. Я тоже вам уже о нем рассказывала в видео о вступлении в несколько совместных проектов. И узнала, что есть такой дизайнер. Посмотрела ее схемы. У нее есть и платные, и бесплатные схемы. По схемам и комплектуются в том числе наборы. Но пока не стала приобретать именно в группе дизайнера. Но поскольку совершала на следующий день заказ в магазине стежок со стежком, увидела, что там в наличии есть вот такие наборы, то я решила приобрести этот сюжет. Он мне очень понравился. Я искала для себя в морском стиле дизайн, но даже не столько для себя, потому что я хочу выполнить эту работу в подарок. Но подробнее обо всем вам буду рассказывать, когда буду приступать к работе. Но давайте посмотрим, как выглядит этот набор. Здесь есть мулине DMC. Цвета здесь морской волны. Вот такие оттенки. Ну, еще есть 840-й, такой коричневый оттенок, бежевый, и белый V5200. И это целые мотки. То есть никак не организовано дополнительно мулине. В этом наборе. Но есть вот такой фирменный с логотипом дизайнера. Картонный органайзер с номерками. До 16 здесь расчерчены числа. И картон очень такой плотный. И думаю, что такой органайзер может послужить не только для вышивки одного сюжета. Давайте поближе рассмотрим ниточки. Вот так они выглядят. А основа здесь тоже обработана. И лен такой достаточно плотный. Вот так выглядят обработанные края. Ну, а что касается схемы. Схема черно-белая. Она здесь на четырех листах. Ну, и выглядит... Давайте посмотрим на ключ, как выглядят схемы в программе Pattern Maker. Вот так здесь опять перечисляются все основные данные этого дизайна. Давайте двигаться дальше. И теперь мы будем рассматривать схемы примитивов. Я приобрела достаточно много схем. И приобретение схем это такой первый шаг к будущим проектам. Еще необходимо будет собирать достаточно количество материалов, выбирать основу. И это все, конечно же, уже будет делом будущего и темы, и других видео. Но здесь предлагаю познакомиться с сюжетами. Может быть, с некоторыми поближе. Расскажу вам в некоторых моментах схем, потому что мне было интересно уже вчера открыть и рассмотреть все сюжеты поближе. Ну, начать мне хочется с вот такой схемы. Барбара Анна Дизайнс. Называется схема Viva La Vida. И вы видите здесь такой необычный портрет известной художницы Фриды Кала. Эту схему точно такую же я увидела на канале у Оли Брутальные Крестики. Тоже оставлю вам ссылку на ее канал. И думаю, что, возможно, Оля посмотрит и мое видео. Я хочу передать ей привет. Я ей еще тогда сразу, как посмотрела, написала в комментариях, что этот сюжет действительно очень интересный. И именно такую Фриду я бы тоже вышила. И вот у меня получилось приобрести схему достаточно быстро после этого события. На оборотной стороне здесь представлен ключ. Здесь используется только DMC. Внутри схема имеет два листа, но два варианта. И цветной вариант, и черно-белый. Тоже мне показалось это интересным. И интересно, что здесь предлагают вот такую основу лен натурального цвета 22 каунта. И предполагается здесь вышивать через две нити основы, а сам крест в три нити. То есть, если бы вышивался этот дизайн на аиде, то это была бы 11 аида, очень крупная. Ну, посмотрю, как я буду вышивать. Может быть, я возьму все-таки не 22 каунт, а, например, 25. Но мне тоже нравится такая идея крупных крестиков. Даже при вышивке на льне я вышила несколько работ на 25 лугане через две нити основы. И мне нравилось, что крестики именно такие крупные получаются. Ну, а сам сюжет небольшой. В стишках это 89 на 138. Очень большой выбор схем на сайте. Я долго выбирала, каких именно производителей примитивов мне приобрести в первую очередь. Но решила я еще приобрести себе вот такую схему Кэти Барик. Называется она Диа Сенте. То есть, здесь мы тоже видим такой интересный ход с названием, игру слов. То есть, когда дети пишут письмо Санта Клаусу или Деду Морозу, они обращаются, дорогой Дедушка Мороз. То есть, Диа Сенте, где первое слово пишется по-другому. Сейчас покажу, как для тех, кто не знает. А Диа в таком написании, как здесь, это олень. И мы видим здесь вот такого Дедушку Санта Клауса в окружении оленей. Олени здесь 8. Это 8 оленей Санта Клауса без Рудольфа. Но буду вышивать эту работу или еще другие. У меня есть сюжеты в планах. Расскажу вам про оленей подробнее. Может быть, вы и сами знаете эту историю. Но мне здесь понравилось все. И цвет основы, и олени, и такие немножко корявые звездочки. Посмотрите, такие, как будто их нарисовал тот, кто не очень умеет рисовать. Но я тоже так, не сразу научилась рисовать хорошие пятиконечные звездочки. Когда я не знала такого способа, когда их рисуешь, не отрывая карандаш и бумаги, а просто рисовала. Но это все было почти 20 лет назад. Но мне напомнили эти звездочки мои старые рисунки. И мне очень нравится здесь месяц. Посмотрите, у него есть и глазик, и носик, и ротик. Настоящее лицо. И он такой очень таинственный. И еще мне кажется, что он даже такой немножко уставший. Но мне нравится, как это выглядит. И я очень люблю вышивать Сант. У меня много готовых работ Милхилл. Тоже оставлю ссылки в описании, если вам тоже интересна тема вышивки Сант. И такой дедушка немножко необычный. Он не похож на, например, Сант из Милхилл. Тоже интересно его вышить. Здесь еще такой момент, что схема, скорее всего, нарисована от руки. Я много слышала о том, что схемы бывают нарисованы от руки, но пока таких не видела. Но я это поняла по, например, вот таким буковкам А. Давайте вам максимально крупно покажу. Если посмотреть, то видно, что они все-таки немножко разные. И другой как раз значок в окружении этих букв А, он тоже выглядит немножко по-разному. Схема черно-белая. На одном большом листе есть вот такой ключ. В DMC здесь представлена конверсия. А рекомендуется вышивать шелком Needle Point Silk. И это как раз первый столбик ключа. Никогда не вышивала шелком никакой фирмы. И хочу к этому дизайну искать именно настоящие нити. Но это уже будут будущие покупки. Размер здесь 155 на 149 крестиков. Следующим покажу схему Long Dog Samplers. Это уже не первая моя схема Long Dog. Я вам показывала в одном из видео о прошлых покупках, на которые оставлю ссылку, как я приобрела первые свои три схемы Long Dog. Это было в конце 2018 года. Я их получила, ждала предзаказ в интернет-магазине Bon Bon с июня. И также я в 2019 году обязательно буду приступать к вышивке первого Long Dog Scarlet Ribbons. А это вот такой Long Dog Merry Go Rounds. То есть такие карусели. На сайте было указано, что этот сюжет является новинкой. Я посмотрела, что здесь вышит год 2013. Но не знаю просто, потому что это особая функция этого года в дизайне. Или может быть это дизайн 2013 года и просто недавно поступил в магазин. Поэтому является новинкой. Не уточняла этот вопрос. Если вы знаете, то, пожалуйста, напишите. Размер здесь 169х275 крестиков. То есть чуть меньше, чем другие мои Long Dog, которые я приобрела раньше. Также на оборотной стороне здесь размер и в дюймах, и в сантиметрах. Для трех каунтов основ. 14, 16, 18 аида. И аналоги в льне. Ну, например, на 14 аиде это будет 40, 66 на 59, 89 сантиметров. Также это все-таки не одноцветный Long Dog, как мои первые три. Он двухцветный. Вы можете увидеть, что более темно-зеленым здесь представлен основной рисунок. И более светло-зеленым буквы и цифры, которые здесь встречаются. Кроме того, здесь еще есть бэкстич, кроме крестиков. Здесь дается расход нитей для каждого из цветов. Главный цвет и дополнительный цвет в метрах. И можно самостоятельно посчитать, сколько потребуется материалов. Я пока думаю, что вышивать его тоже буду в зеленом тоне. Но конкретно цвета буду выбирать уже позже. И чем интересен этот сюжет. Он привлек мое внимание, во-первых, цветом, потому что я очень люблю зеленый цвет. Во-вторых, такими рисунками с завитками очень они похожи на галактики. Но если присмотреться, может быть, вы даже уже заметили, пока я вам это рассказываю и показываю. На первый взгляд, если смотреть издалека, это просто красивые завитки. Но вблизи они составлены из животных. Из белочек, оленей. Птиц, зайчиков, еще олени, еще зайчики. И такие орлы с коронами. И тоже такой очень интересный оптический эффект создают. Следующая схема от производителя Heartstring Samplery. Называется она CrossFit Nation. То есть, говорит о такой солидарности всех, кто умеет вышивать. В таком национальном плане особая нация людей, которые умеют вышивать. И здесь есть надпись, основной лозунг. Такое подтверждение. Такой паспорт вышивальщицы или вышивальщика. Также здесь можно вышить свои инициалы, три буквы и год. Здесь это 2016. И вот такие прекрасные люди с ножницами, иголками, вышитыми крестиками здесь находятся. Но мне понравилась именно сама идея этой схемы. Здесь есть дух глобализации и интернационализма. Про глобализацию, может быть, вам как раз и порассказываю за вышивкой этой работы. Ну, как одна из тем вышивальных лекций. Если вы еще не знакомы с таким форматом, то посмотрите. Ссылка на плейлист будет в описании. Что интересно, эта работа большая. 200 на 83 крестика. Вышивается здесь на 32 каунте. И только вот такими интересными нитями. В идеале ручного окрашивания. Wix Dye Works, The Gentle Large и Classic Color Works. Но есть конверсия в DMC. Буду стараться искать все материалы оригинальные. Мне хочется попробовать все эти новые ниточки. И схема здесь черно-белая, печатная. Следующий сюжет не менее интересный. Вот так он выглядит. Называется это схема Tidings of Great Joy. Производитель Ла-Ди-Да. И, как вы можете видеть, здесь большую часть рисунка занимает цитата. Достаточно много текста. Но сейчас не будем останавливаться на том, что именно это за текст. Но очень интересный. И я искала для себя сюжеты, где будет действительно много букв и различных шрифтов. И не просто это будут буквы, как алфавит. Хотя, например, уже сейчас я вышла свой первый алфавит в одном из совместных проектов. Хотела я найти для себя идеальный шрифт. И до сих пор продолжаю его искать и самостоятельно рисовать. Этот шрифт мне тоже понравился. Еще здесь есть рисунки. Это вот такой домик внизу и рамочка из цветков. Оборотная сторона. Здесь вот как раз можно видеть немного схемы черно-белой. И здесь вышивается сюжет в DMC. И это все, что я для себя приобрела. Но была я очень удивлена, очень впечатлена. И долго-долго радовалась тому моменту, что обнаружила я в своей посылке еще одну схему. И я даже потом посмотрела на сайте, есть ли такая схема, что это за сюжет. Но на сайте такой схемы не представлено. И это меня еще больше убедило в том, что это подарок, очень щедрый подарок. Но может быть это связано с тем, что это мой первый заказ. Может быть с тем, что он заказ действительно на крупную сумму. Но я получила в подарок еще схему Plum Street Samplers. Называется она Blackbird Fracture. Вышивается тремя видами нитей. Ручного окрашивания. Но есть тоже конверсия в DMC. И это вот такой сюжет с птичками. Никогда раньше не видела этот сюжет, но видела похожих птичек. И от этой фирмы Plum Street Samplers. И еще от некоторых других производителей примитивов. От этой фирмы я уже вышивала одну работу. Там тоже присутствовала птичка. Это была вышивка по бесплатной схеме, которую я оформила в косметичку. Показывала ее вам пока только в итогах года. Скорее всего 2018 будет в описании ссылка на это видео. Но если вышла отдельная, то на отдельное тоже будет. И еще я знала о том, что будет подарок в виде образцов тканей. Об этом указано на сайте, что к каждому заказу вкладывается именно такой подарок. Давайте посмотрим, какие образцы тканей мне дали к этому заказу. Это будут мои самые первые образцы ткани. Еще никогда я не покупала ни отдельно, не получала в качестве такого подарка никаких материалов. Справа вы видите отрез Аиды 20-го каунта. Это цвет номер 718. По центру зеленый оттенок. Это Леон Белфаст 32-й каунт. Цвет 61-23. И вот такой самый интересный для меня отрез. Никогда не держала в руках. Леон 56-го каунта. Это Кингстон. Цвет этот 3077. Вот такие отрезы будут первыми экземплярами моей коллекции тканей. И были они завернуты вот в такую бумажную открытку от магазина. Здесь, кстати, есть как раз все контакты. Ссылку на сайт я оставлю для вас в описании. А еще эта открытка является вот такой схемой примитива. Bless our home. Здесь написано. Пожелание благословления вашему дому. И здесь указано, что дизайнер. Это бренд Liberty Primitive Samplers. Никогда не встречала еще сюжеты такие. Размер небольшой. 96 на 63 стежка. Предполагается вышивать на бежевой аиде 14-го каунта. И здесь дан ключ в DMC. Но тоже сюжет интересный. Даже интересно, что здесь есть схема. Но нет никакого превью. То есть мы видим примерно результат, что здесь будут домики. Но представить, что именно получится, мы не можем, если не найдем отшив самостоятельно или не вышьем сами. Но это тоже будет достаточно интересно. Обязательно буду вышивать и работу по этой схеме в том числе. Мы с вами посмотрели все, что я приобрела и что получила в подарок. Я очень радовалась этому заказу. Наверное, давно я так сильно не радовалась получению рукодельного заказа. Спасибо всем большое за внимание, кто досмотрел это видео до конца. Не забывайте о возможности подписаться на мой канал, если вы этого еще не сделали, чтобы не пропустить следующие видео. Буду ждать ваших комментариев. Поделитесь своими впечатлениями от заказа в этом магазине, если вы тоже его уже совершали. И напишите, какой сюжет из приобретенных мной работ вам понравился больше всего. Или напишите, если вы какой-то из них уже вышли сами. Буду очень ждать ваших комментариев. Спасибо всем большое за внимание. И до скорых новых встреч. Всем пока. Продолжение следует...